Дровяная. Несмотря на статус ПГТ, местные ощущают себя жителями глухой деревни, забытой и брошенной, в которой, если хочешь выжить, нужно вычеркнуть из памяти слово «болеть». Этого в населенном пункте делать категорически нельзя. Местные до сих пор не могут оправиться от случившегося, которое не так давно произошло в соседнем поселке Горный. Годовалая малышка умерла в приемном покое детской инфекционной больницы в Чите. Слишком долго девочки не могли оказать медицинскую помощь. Приехали не из Омска в гостили, в общем, две двойняшки. Ехали поездом, у одной девочки случился понос. Они, когда в Чите сошли с поезда, поехали сразу на КСК в инфекционку. Приехали, доктор осмотрел, сказал, ничего такого критичного, отправил, назначил лекарство, отправил домой в Горный. Когда приехали домой, ночью у нее судороги начались. В общем, они своим ходом ночью побежали, ну, чтобы оказали им помощь. Прибегают там, не знаю, не оказалось, видимо, на месте врача. Их направили в госпиталь военный. В госпитале там судорогу убрали, все. Вызвали с города, с города реанимацию, которая два с половиной часа ехала сюда. И, видимо, вот за этот период упустили момент, не оказали вовремя помощи, я так думаю. И когда девочку забрали, привезли в город, она скончалась. Машины скорой помощи тогда в поселке не было. Возможно, если бы девочки оказали экстренную помощь, беду бы предотвратили. Жители дровяной в вечном страхе, ведь что случись, оперативно помочь некому. Вот так даже, если что случись ночью, нам или в улеты ехать, или в город. Вот представляете, у нас девочки молодцы здесь работают. Они как могут, так недавно мужчину откачали кое-как, после инфаркта у него случился. С того света вернули. И это не один случай, это много случаев. Кто-то на дому скорую ждет, не дожидается, уходит на тот свет. Вот я сама, у меня был сердечный приступ, медсестра мне вызывала. С третьего захода звонит на один номер, берет диспетчер в Чите, переключает на Читинскую скорую. Читинская переключает на скорую горную. Для чего это вот такая калькуляция, я не понимаю. Это ладно, так обходится, а если у человека тяжелый приступ? Он за это время может вообще скончаться. Бригаду скорой помощи ждать приходится часами. Машина к жителям Дровяной идет из поселка Горный. Несмотря на то, что расстояние не дальнее, помощи дождаться здесь крайне сложно. В автопарке всего один автомобиль. Спеши, не спеши, быстрее не приедешь. А потому местным ждать приезда скорой приходится аж из краевого центра, теряя тем самым драгоценные минуты. Вспоминать былые времена и, что еще хуже, заниматься самолечением – здесь пока единственный выход из ситуации. Раньше, конечно, у нас был и стационар круглосуточный, был пищеблок, были повара, была скорая помощь, все было здесь на месте. Лечили, как бы, ну, население, во всяком случае, было довольное. Потом в 2010 году объединили нас с Улюзовской ЦРБ. В 2015 году у нас закрыли круглосуточный стационар. Ну, соответственно, закрылся физиокабинет в то же время примерно где-то. И вот с тех пор у нас стационар дневного пребывания на 15 коек. Ну, что я хочу сказать. Улучшений особых нету. Сократили уборщика одного, осталась на весь стационар одна уборщица. Тоже у нас канализации нет, воду она всю носит на улицу, допустим, в Гребную. Но тоже трудоемко. В 2010 году произошло объединение, а спустя 7 лет жители Дровяной устраивают сход граждан. Уже тогда они пытались достучаться до краевых властей, пытаясь объяснить на личных примерах, что решение это поспешное и вовсе опасно для жизни живущих здесь людей. Я присутствовал на сходе. У нас Дровяной нет скорой. Закрыли. Круглосуточный стационар в дневном стационаре. Как попадешь? Можно прокапать 10 капельниц с четырьмя выходными. Какое это лечение? И ждать нужно долго. Раньше было 14 дней, а теперь даже до двух месяцев. В том же 2017 году на тот момент глава района Сергей Савин также отметил негативные последствия подобного решения. Получился большой разброс между населенными пунктами, а у нас нормативы никто не отменял. Одна бригада скорой помощи на 10 тысяч населения. То есть, если в Горной-2 уехала машина, то в Дровяную она может вернуться экстренно через 4 часа. Это уже какая-то нескорая помощь. Местные рассказывают, вызывая скорую в 8 утра, встречаешь ее в 6 вечера и на том спасибо. И это в 23-м году. Изменений в лучшую сторону нет и неизвестно, предвидится ли. В местной больнице, соответственно, по-прежнему нет круглосуточного стационара и так необходимого физиокабинета. Не хватает и специалистов, а в небольшой поликлинике, как рассказывают местные, и вовсе нет условий для выздоровления. И больные, и здоровые, и дети, и взрослые – все в одной куче. Отношения неплохое, но то, что у нас нет условий, извините, даже, ну, как сказать, даже туалета нет. Ходят в туалет на улицу – это что? Стыд, позор в наше-то время, 21-й год. И в поликлинике можно было бы уже давно навести порядок, наверное, какой-то, чтобы там было удобнее врачам в первую очередь работать. И, мне кажется, должны обратить внимание на это. Я вот, например, считаю, если у нас, например, я здоровая, мне надо пойти взять лекарства, мне, например, бесплатно дают, или мне направление взять. Люди лишь сидят больные, а сидим-то мы по два часа, порой к терапевту. Ну, это же тоже не дело. Уважаемая Оксана Владимировна, мы вас убедительно просим, поселок Дровяное, от всех, кто здесь живет, и не только Дровяное, Татаурово, Красная речка, Голубишная, Гнилушка. Посмотрите, или приедьте к нам как-то, посмотрите, какая у нас поликлиника, какая у нас больница. Мы хотели бы, вот просим вас просто от всей души, я не знаю, как еще. Мы уже и писали везде, мы и обращались. Ну, не доходит, не знаю, как, что и как это вообще. Пожалуйста, от всех. Анжелика Понебрашина, Алексей Павлов, ЗАП-ТВ. Условия вот. Смотрите наши сюжеты и ролики, обязательно ставьте лайк, делайте репост друзьям, добавляйте комментарии. А каждую пятницу наш рандомайзер определит одного из вас как победителя. Призы от нас – это вкуснейшие бургеры. Нам очень нужна ваша поддержка и важно ваше мнение. Продолжение следует...